А вот это солнце мулоть? Да, лето это когда очень солнечно. И мне надо горки надевать. Вот, значит, тапки поедем. Да. Вон, видишь, мальчики какие-то в футболках. Хотя ещё утро очень-очень холодное. Всем доброе утречко. Никита только идёт завтракать, а мы с Сергеем уже приехали. Мишу в школу отвезли, Стёпа в садик отвезли, меня на массаж с Санькой отвезли. В общем, мы сегодня с утра уже сходили с Сашей на массаж. Хорошо его там размяли. Начинает плакать, когда его начинает вертеть. Живота на спину, живота на спину. Когда на животик кладут, начинает ему спину массировать, тоже начинает плакать. А когда ручки, вот эти ручки вверх, ручки вниз, руки массирует, он даже подхихикывает иногда. Когда ему нравится, вот когда с руками что-то его делает. Она говорит, у многих детей именно такая реакция, что вот когда руки вверх поднимают, что они начинают улыбаться. Вот. Ну, в общем, в принципе, в общем, массаж мне нравится. И Сашка нормально терпит. И массаж не такой, не только вот плёгенькие поглаживания, лишь бы не плакал. Прям хороший такой нормальный массаж делает. Мне нравится. И мне кажется, я не могу ошибаться, но мне кажется, 10 лет назад Никите, она же делала массаж. Но очень похоже. Тоже женщина такая с короткими волосами, очень короткие волосы. И я помню, тогда она Никиту начала называть Никитулечка. А я Никиту так никогда не называла. А ему тогда уже было, наверное, месяцев 8 или 7, или, в общем, больше, чем было года. И я за его жизнью его так никогда не называла. А мне так понравилось, он так ласково, Никитулечка, Никитулечка. И я после этого тоже начала его Никитулечкой иногда называть. Никитулечка. Хотя мне казалось, что такое длинное имя, что это неудобно. Обычно ласковые какие-то имена, они короче. Интересно скажет, да? Да, он как-то интересный тут все. Стоим с Сашкой, вышиваем. Ему так все тут нравится, наблюдает внимательно, как тут все происходит, да? Помогаешь мне вышивать? А вышиваем мы сегодня вот такую вот миленькую зайку. Вышила я футболочку. Вот такая вот зайка красивая получилась. миленькая. И это будет еще комплектик. Будет еще юбочка и заколочка. Чуть попозже их сделаю. Вот такая вот юбочка. Симпатичная. Она будет шестислойная. И к ней заколочка в тот же цвет. А мы сейчас приехали все дружно в парк. И Никиту взяли. Никиту мы забрали из школы. Степу забрали из сада. Вон Степа с Сергеем. Миша вон там ползает. На детской площадке. Никита. Вот. В общем, приехали в парк. А Никита просит у меня мороженое. Я говорю, какое мороженое? Мороженое. Никита просто хочет мороженое. А мне прохладно. А когда мне холодно, я детям мороженое не покупаю. Потому что я считаю, что это прямой путь к тому, что можно заболеть. Я говорю, да мне не жалко мороженого. Хоть 10 штук. Но только не тут, но не на улице, когда прохладно. У нас сейчас солнце вот заходит уже. И стало резко очень прохладно. Я даже пошла сейчас в машину. Сашке надел второй комбинезон. Он в двух комбинезонах таких одинаковых. Хорошо вот этот вот лакичайл, этот комбинезончик, он прям плотный. То есть он такой, как будто верхняя одежда. А не мягенький. Ну, не пижамный, в общем. И я ему второй комбинезон надела. И сама, что думаю, мне тоже прохладно. Даже вот в этой рубашке. Прямо какое мороженое. Саш, Саш, едем, едем. В общем, я пообещала Никите мороженое, когда поедем домой. Купим всем мороженое и поедем домой. И там можно с фильмом или просто мороженое поесть сколько хочешь. А он ходит по кругу и обижается. Говорит, вы обещали. Я говорю, да что, мне мороженое жалко, что ли? Никита, ну ты уже большой мальчик, уже должен понимать, что мама переживает из-за здоровья, а не из-за того, что мороженое. Не за сладостью уже переживаю. Уже сладкого этого. Постоянно едим. А где Миша? А, вон Миша. Миш, ты осторожно. Смотрю, смотрю, Степ. Ага. Молодец, аккуратно давай. Миш, Мишка тут. Степ, у тебя там футболочка задралась. Давай я тебя вниз опущу. А то голая спина опять мне становится холодно. Оп. Все, холодно? Когда маме холодно, мама хочет всех одеть потеплее. Ага. Ничего себе ты умеешь, как высоко. Любимые детские качели. Вот эти вот, сеточку. Я хочу потом такие повесить во двор у нас как-нибудь. Но Сергей говорит, что Степа любит больше обычные качели. А мне всегда казалось, что они вот такие любят. Степ, тебе какие больше качели нравятся? Вот такие или обычные? Такие. Такие обычные. И такие обычные, да? И я уйди. Еще уйди. Понятно. Никите нравится именно этот киоск, потому что тут большой-большой выбор мороженого. Он просто расстраивался, что мы можем пойти куда-нибудь в магнит или в пятерочку, а там выбора нет такого большого. Какой? Никита выбирает мороженое по размеру, да, Никит? Вот она, вот она, вот она. Качели поломались. Вот в начале осени были целые все. Сейчас три осталось из пяти. Этих вообще нет. Едем домой? Да, домой едем мороженое кушать. Все, нагулялись. Ты хотел еще, что ли, погулять? Да. Да, мой хороший. Так со всеми желаниями не справишься. Одни домой хотят, другие гулять хотят. Вообще Степа хотел гулять, но он уже нагулялся. Папа, мне нужно... Мы вернулись домой, но Сашка мне не дает ничего снять. Все, что хочу снять, я только начинаю говорить, камеру включаю, он сразу э-э-э-э, и поет, и поет, и не дает мне ничего снять. Да, мамке ничего не дает снять? Человечек-огуречек. В общем, мы по пути заехали на рынок, сейчас покажу продукты. Купили капуста, огурчики, помидорчики, и взяла помидорки на заморозку. В общем, взяли немножечко перчика красного. Кстати, у нас во дворе опять перчик растет. Он сейчас вот такой вот маленький, не знаю, успеет он созреть, не успеет до холодов. У нас зеленый перец, он опять растет. В общем, чуть-чуть перчика взяли. Перец стоит 45 рублей за килограмм. Перец хороший, но грязноватый. Надо помочь хорошо. Но мы его брали, он вкусный. Взяли огурчики. Огурчики сейчас 60 рублей за килограмм. Одну вот такую вот пекинскую капусту взяла маленькую. Это я для салата взяла. И взяли помидоры вот такие вот розовые. Они сейчас стоят 100 рублей за килограмм. Есть 120, есть за 100. Мы для салата брали, взяли по 100 рублей. Они одинаковые, что за 120, что за 100. Просто эти вот вчерашние, а те сегодняшние. 100 рублей, я понимала. 100 рублей? Ну, это много. Смотря с чем сравнивать. Ну, вот мороженое можно за 100 рублей взять, которое ты кушаешь. Так, и взяли вот такую вот целую коробку помидоров на заморозку. Я хочу заморозить. Эти помидоры стоят сейчас 40 рублей за килограмм. Они идеально для закрутки. Они, видите, маленькие вот такие вот. Отлично для закрутки подойдут. Некоторые, конечно, вот в таком не очень хорошем состоянии. Но так, в принципе, на салат порезать можно сейчас их. И я хочу их заморозить и потом делать, вот там зимой, например, тевтельки в томатном соусе, сама томаты крутить, как я делала. Что-то у меня в прошлом году, я не додумалась, что целую помидору можно перекручивать вот так и получать домашний томат. И только в мае я это поняла. И в мае все свои замороженные помидоры уже использовала. В этом году уже знаю, что можно так делать. Так что вот это я помою, перемою по пакетикам и в заморозку. Некоторые, может быть, пореже. Так, сейчас будет контент не для слабонервных. Если что, перемотайте, пока я сейчас говорю эту фразу, на минуту, на две минуты лучше вперед. А то я буду показывать кровь. А то некоторые едят и говорят, что предупреждай, Настя. Предупреждаю. Представляете? На Сергея упало стекло. Он там сейчас доделывал. На него стекло упало об голову, разломалось и ухо поранило, щеку поранило. И палец на руке поранило. Вообще ужас. Хорошо, что детей рядом не было. Но там темно, по темноте дети там не бегают. Что я обычно у тебя, дети? Все, просишь помочь, но там не приходит. А-а-а. Так, а ухо что-то сильное. Ну, давай промоем перекись и посмотрим. Там у тебя надрез такой, ну, как кожа надрезная. А-а-а, фиговый надрез, да. Да, у тебя вот так, ну, как, короче, неудачный. Я поняла. Пол уха чуть не отрезала. Сильно. У Сергея постоянно, постоянно какие-то вот такие вот травмы, когда он что-то ремонтирует. Я каждый раз боюсь, он то много себе, то палец отобьет, то еще что-то. Ну, ты один делаешь? Да. Один кто-то должен держать, а второй кто-то должен делать. Один кто-то должен держать, а второй кто-то должен делать. Тем более степло. У меня же не, это, не... Не 10 рук. И держишь все, и пытаешься что-то прихватить. Ох, ну, в общем, зашивать, слава богу, ничего не надо. Все, дожила уже. Сейчас будет царапина на щеке небольшая и на ухе. Ну, большая царапина. И синенькая уже. Там надрезала вот так. То есть не вот так поцарапина, а вот так вниз царапина на ухе. Поэтому сложно заживать. Сережа, залей еще раз первой кистью. И давайте я миром стенам еще пшикну. Миромеда. Я сегодня делаю на вечер огромную, просто невероятно большую кастрюлю с пловом. В этот раз решила не на один день, не на один раз сделать. А хотя бы на два дня. Хватит. Вот тут у меня кулочка поджаривается. Только я ее немножко пережарила. Это для салата. Куриное филе просто поджарила. А дети там включили новый мультфильм. Астробой. Никита хотел несколько дней посмотреть. А у меня сейчас пока есть подписка на ОК. Вот мы смотрим. Давно я не делала этот салатик. Мы с Никитой такой очень любим. Здесь куриное филе, пекинское капуста и помидорчики. Сейчас я помешаю и заправляю я его оливковым маслом. А себе еще дополнительно в тарелку семена добавляю. Никита их просто не любит. А я очень люблю. Еще сыр сюда на терке надо потереть. Твердый. Любой твердый сыр на терке. Добавила я сыр. У меня обычный ламбер. Сыра можно немного добавлять. Он для, как сказать, для запаха. Можно много. Много сыра не бывает. Вот такой вот вкусный, красивый салат. Слушайте, ну интересный мультик. Нам нравится. Дети смеются в некоторых местах. И Степка смотрит, и Миша смотрит. Так, а теперь у меня будет переработка помидор. Я попросила Никиту разобрать на плохие, хорошие вот это вот кастрюли. Это совсем плохие помидоры, которые нужно обрезать. Вот их я сейчас обрежу. Некоторые, вот видите, в вообще плохом состоянии. Я их обрежу и кусочками заморожу. А эти я просто помою и просто целиком заморожу. Так, я вам хочу пожаловаться. Я вот эти вот подгузники хвалила, хвалила. В итоге, когда мы их начали носить, я их перестала хвалить. Ночью сегодня они очень сильно протекли. Притом, было место, где еще впитывать, но они протекли. И сейчас днем вот на дело. Два часа не прошло. Оно протекло. Притом, опять же, немного пописал. Куда-то сбоку утекает. Они нам как раз. Я знаю, что бывает, что они по размеру. Тогда протекают. Как раз они нам. Да? Ну, все равно протекают. Держи пелену, чтобы нас не заблокировали. Нельзя голышом показывать, и оказывается, у вас молодой человек. Вот я их надела, но все в них хорошо. И тоненькие, и мягкие, и приятные. Перфорации есть, и резиночка на спине есть. Но основная эта функция, это впитывать все, что туда попало. Но если они не впитывают, ну это нехорошо. Да, Саш? Я расстроилась, у нас целая пачка. В общем, сегодня заказала, многие мне посоветовали Мону, подгузники Мону. Многие мне посоветовали. Нашла Эску, написано до 8 килограммов. Еле-еле нашла Эску. Везде трусики, во-первых, подгузники, а не подгузники. А мне просто подгузники нужны. Трусики, мне кажется, еще неудобно, мне даже надевать будет. В общем, заказала эти Мону. Попробуем, посмотрим, да? Придут они, правда, только через 4 дня. Нашла на Валберес, на Озон, везде посмотрела, на Мегамаркете посмотрела. Нигде нет Эс подгузников Мону. В итоге, вот только на Валберес нашла. Да, да-да, и клепку застегну. Пытаюсь застегнуть, он меня облизывает. Или меня, или Бодик, да? Да, и застегну, вот. Будет мокрый. Зачем облизываешь его? Мокрый будет. Вот, смотрите, в рот засунул его. Да и ты кулак лучше засовывай, без Бодика. Ага, нет, хочешь Бодик? Да что такое? Тебе тряпочку дать, на. На, пелену. Пеленочку. Жует и все, нравится ему. А грызунок не жует, а тряпки жует. Ку-ку. Ку-ку, человек. Тебе завтра, между прочим, уже исполняется сколько? Пять месяцев. Ездила сейчас, Сашка возила на массаж, Никиту из школы забрала, Степа из сада забрала, камеру с собой не брала, да и, в принципе, там снимать было некогда, потому что это все у нас бегом-бегом получается. Сначала приехала, Никита забрала, он в 15.40 заканчивает, потом мы с ним пошли в магнит, в магните купила продукты, потом мы на массаж быстрее пошли с Сашкой, с Сашей на массаж, в 16.20 мы ходим, потом после массажа где-то в 16.50 мы вышли, то есть нам массаж прям прилично долго делает, минут, наверное, 20 точно делает. И Саша вообще себя отлично ведет, я очень рада. Он начинает плакать только, когда его начинают вертеть, вот с живота на спину, с живота на спину и обратно. Туда-сюда она несколько раз делает, ну, не знаю, раз, наверное, пять. И он, ну, не в смысле пять раз на живот на спину, а она его на живот на спину, на живот на спину, вот так вот вертит до конца простыни и обратно. И вот так вот раз пять, то есть прям долго она его вертит, и вот эта процедура ему уже не нравится. А все остальное ему все нравится, особенно когда ручки массирует, он улыбается, да, Саш, улыбайся. Да, ему все нравится, он такой у нас терпеливый. И на животе еще, когда он лежит, ему спину массирует, ножки тоже ему не нравятся. Видать, ему просто там не нравится лежать на животе, как я поняла. Вот, в общем, всех забрали. Сейчас пойду, знаете, что делать? Я хочу сделать сметанник на завтра. Завтра Сашке пять месяцев будет у нас и тортик, и пицца. Традиционная пицца, и вот сметанник хочу сделать. Нашла, случайно наткнулась в инстаграме на рецепт, мне так понравился, а у нас сметана как раз стоит. А еще завтра у нас день учителя. Ну, мы и в том и в том классе на подарок общий складывались. Отдельно от себя, если хотите, можете дарить, не хотите, не дарить. Но мы довольно хорошие подарки дарим учителям, поэтому отдельно не будем еще дополнительно что-то покупать. В общем, ну, я думаю, как-то нехорошо, да, вот, когда все вроде от класса, мы дарим от класса подарок, а потом еще кто-то приносит от себя. Ну, мне кажется, это как бы подстава всем остальным, что ли. Я даже не знаю, как объяснить. Ну, в общем, я вообще за то, чтобы каждый от себя подарок дарил. Но в этот раз решили и в том и в том классе сложиться и подарить побольше подарок такой хороший. Так, я пока далеко не ушла. Покажу, как Сергей тут застеклил. Вот тут застеклил, вот уже стекло, вот тут застеклил. Вот вчера как раз вот тут на него стекло и упало, но это уже было ночью, он тут пытался ночью доделать, и вот тут отсюда стекло упало у него. Надо просто двоим это все делать, а он в одного, и в одного, естественно, сложно. Но сейчас он зафиксировал уже их хорошо. И вот это вот стекло, представляете, он говорит, я измерял, 7 раз отмерил точно. И говорит, ты все равно на 10 сантиметров меньше отрезал. Непонятно, как так получилось, вот не хватает немножко, он говорит, я просто деревяшку туда потом ставлю, не буду заново резать. Так что теперь у нас вот эта вот часть застекленная, вот, ну как-то так. А там внизу в подвальчике живут перепелочки. Не знаю, видно будет, не видно, вот там. Ой, какой-то ляльчика плачет. Или это кошка, непонятно. Слышу. То ли ляля, то ли кошка на улице, наверное, тогда. А, да, ляльчика на улице. Вот так. Картина у нас тут, видите, висит. Я сегодня, кстати, в магазин с утра ездила за молоком на самокате. Как мне нравится все-таки на самокате кататься. И вот ручку покупали, видите, для детей, чтобы вдвоем кататься. Но редко сейчас его достаю, потому что постоянно Сашка в основном. Да, Сашка, везде с тобой в основном. Везде с тобой. Хорошимый. Маленький такой. Вот такой вот маленький человечек. Завтра пять месяцев тебе. Записалась завтра на восемь утра в поликлинику, чтобы взвесили, да, рост измерили, делали. И завтра в восемь утра пойдем, а потом сразу на массаж. Массаж чередуется утро-вечер. Я сейчас перемыла все помидоры, которые были в плохом состоянии. Вот прям сильных вот так пообрезала. Вот столько у меня плохого осталось. Полраковина сейчас это все соберу, выкину. Некоторые помидоры прям мягкие, мягкие. Ну, то есть уже прокисшие, протухшие. В общем, это в мусорку. А вот из этого хочу сделать, попробовать томатную пасту. Ну, или, не знаю, просто уварить их сильно. Посмотрим, получится или нет, я никогда не делала. Так, я сейчас открыла рецепт томатной пасты. Обычной томатной пасты, не на зиму, которая. Я ее буду замораживать. Мне, в принципе, все равно на зиму там или не на зиму. Уксус добавлять не буду. Написано, что в томатной пасте должны быть только помидоры, больше ничего. Порезала еще мельче. Это все дело, там так написано. Теперь нужно полчаса это все уварить немножко, чтобы отошла кожица. Семечки можно было отделить. Потом это нужно будет пропустить через сито. И после этого еще варить часа два с половиной. Ну, как-то так. В общем, поставила сейчас на полчаса. Будем ждать. Так, остальные помидоры я сейчас все перемыла. Вот это вот положу просто в холодильник. Это хорошие помидорки. Будем просто есть. Это пойдет у меня в заморозку. Прям по пакетам расфасую и целенькие вот так вот заморожу. А это какие-то тоже не очень хорошие помидорки. Я их сюда переложила. Так, это какой-то еще и грязный. В общем, я их сюда переложила. Тут те, которые либо червивые. Я их, наверное, сейчас тоже обрежу и поставлю вариться вместе с теми. Так, пока у меня варятся томаты. Я тут Саньку покормила, посидела, его уложила. У нас уже темно на улице. Вот, я купила вот такое печенье сейчас ябленьное. Здесь тут уже потаскали. Сейчас его измельчаю. Буду делать сметанник. Так, у меня тут в чашке 350 грамм печенья. Если печенья у вас чуть меньше, можно прям в муку добавить. Ложку муки, 2 ложки муки, ничего страшного. Теперь нужно растопить масло. В общем, основу делаем как для чизкейка. Так, 140 грамм сливочного масла. Надо растопить. Масло растопила. Выливаю сюда и хорошо перемешиваю. Так, я высыпала эту форму для запекания. Вот так вот стаканчиком. Утром давала аккуратненько. Теперь я соединила сметаны 700 грамм. 4 куриных яйца надо. Я сделала 18 перепелиных. 3 столовые ложки кукурузного крахмала. И теперь 150 грамм сахара надо добавить. Мне что-то тут 142 грамма. Чуть меньше. Так, теперь аккуратно это все вливаем. И желательно немножко, чтобы это постояло, чтобы пузырей так много не было. Пузырей это тут в данном случае нехорошо. Ну ладно. Они потом еще, когда будем готовить, вверх всплывут. Так, и теперь вставим в духовку на 50 минут на 170 градусов. Вот. Ну вообще, наверное, у каждого духовка разная. Но там в рецепте так написано. Так, помидоры у меня тут все еще варятся. Я их еще через сито не пропускала. Некогда просто. Ну не знаю. Сейчас вот смотрю, Сашка опять просыпается. Пусть варится пока. Потом пропущу через сито. Так, я достала пирог. Он немножко поднялся. И запекся. Так, я немного украсила. Он сейчас остынет. И отправлю его в холодильник. Он должен постоять минимум 6,5 часов. Но я поставлю на всю ночь. Завтра уже достанем. Я сейчас сняла форму. Сбоку он вот такой вот получился. Хороший. Но вот смотрите, при выпечке масло аж капало. Внизу. И мы с Сашгем сидим, думаем, что тут горелым воняет. Смотрю, пирог вроде нормальный. А в итоге мы поняли, что это масло капало на дно духовки. И оно горело. Неприятно. Видите, много масла. Можно поменьше положить. Можно, наверное, 100 масла положить. Это вот отсюда вытекало. В общем, пирог доделала, пока Саша спит. Он мне прям сегодня все дал поделать вечером. Сделала юбочку. Вот такая вот она нежно-нежно розовенькая. Сейчас к ней еще нужно будет сделать заколочку. Тоже такую в цвет. И все. Комплект можно будет упаковывать. Заколочку тоже сделала. Вот такая вот нежнятина. Тоже как зефирка к юбочке. Готова заколочка. Вот и все. Идеальный комплект для малышки на годик готов. Красота. Без ложной скромности. Могу сказать, что мне очень нравится. Я обожаю их делать. Вот такие комплектики. Мне прям доставляет удовольствие. Знаете, когда заканчивается это все дело. Такое ощущение, вот как... Даже не знаю, с чем сравнить. Как будто я собрала алмазную мозаику. То есть долго собирала-собирала. И она готова. Вот такое внутри ощущение какого-то такого удовольствия. Но знаешь, что еще будешь потом делать. Смотрите, какую штуку Никита сделала сейчас. Завтра день учителя же. Он сделала открытку. Вот так вот открывается. Змея учителя. Ну все класс, Никит. Молодец. Здорово. Не знаю, много ли у меня учителей на канале. Но я всех вас поздравляю с Днем Учителя. Сама когда-то давным-давно один год в школе проработала. И все-таки такой профессиональный праздник, который знают, мне кажется, все. И не важно, что он уже давно-давно прошел, потому что влоги выходят у меня с задержкой. Все равно всех поздравляю. Я теперь села влог монтировать, и ко мне кот пришел. Да ты ж хорош какой. Давно ты ко мне не приходил. Я всегда с Сашкой на руках. Ой, ну прям такой хороший. И не съеда тут. Хвост, ты что от меня хочешь, а? Что ты от меня он хочет, мне кажется? Спокойной ночи, Никита. Спокойной ночи. Я тебя приду сейчас, покой. Ой, какой хвост. А, Никита еще чай пошел пить. Я говорю, успокойной ночи. Добавляла Никит чуть-чуть. Просто все уже пошли спать. Только Никита не пошел спать, вот он делал эту открытку. Теперь чай попросил. Я тут творог ем, чай пью, и села монтировать влог. У меня уже два дня влогов не было. Некогда мне вечером было. Вот сегодня есть немного времени. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.